Приветствую друзья! Прошу прощения за оголенный торс, просто здесь очень жарко, душновато. Я сейчас переоделся в шорты, в такую, так сказать, одежду, которую будет не жалко убивать во время уборки. В общем, я переехал уже на квартиру, пока буду временно здесь проживать. Моя подруга дала мне такую, предоставила такую возможность. Да, я переехал с поселка Моряков, ближе к своему дому, там, где находится моя квартира. И в этой квартире не было пожара, горели соседние квартиры. Как видите, конечно, она в печальном состоянии. Эта комната была завалена хламом, строительным материалом. Мы видим с вами разломанный гипсокартон. Это сделали уже строители, те, кто монтировал стеклопакеты и батареи. Так они разломали во всех комнатах. Здесь то же самое. В любом случае, конечно, в этой квартире нужно делать ремонт, потому что это четвертый этаж, пятиэтажка Сталинка. И пятый этаж был открытый. Крыша была разрушена, были прилеты. Соответственно, когда шел дождь или снег, все это затапливалось. Мы видим с вами, как вода просачивалась через гипсокартон. Здесь были потеки на полу в комнатах некоторых. В общем, друзья, тут работы мне достаточно. На несколько дней, я думаю. Но я уже для начала купил все необходимое для уборки. Веник, швабра, химия. Я буду заниматься сейчас уборкой. И некоторое время поживу здесь, в этой квартире, пока приедет хозяйка. Проплачу ей коммунальные услуги. Квартира хорошая, конечно же. Но здесь нужен глобальный ремонт. Свет здесь есть. Вода есть. Вот так выглядит кухня. Соседняя квартира горела, поэтому здесь на потолке копоть, сажа на кафеле, на стенках. Тут вымывать, конечно. Ой-ой-ой. Пол тоже. Но для временного проживания, я вам так скажу, пойдет. Уж точно лучше так, чем снимать маленькую гостинку за 15 тысяч рублей в месяц, плюс коммунальные. Вот честно. Маленькая. Я заходил, маленькая гостинка. Комнатка. Меньше, чем... Ну, возможно, такая же комната. Возможно. А может даже и чуть меньше, вот как эта комната. И балкончик маленький. Туалет с ванной маленький, кухня маленькая. Там на полкомнаты кровать двухместная стоит. И савдеповский там какой-то столик. Все, больше ничего. 15 тысяч рублей за такие условия, не знаю. Так себе идея. Поэтому... А эта квартира... Да, и гостинка находится на 23 микрорайоне. Хороший район, отличный. Там куча магазинов, рынки есть. Но это центральный район. И рядом с моим домом. С моей квартирой. Это мой райончик. Я здесь все знаю. Чувствую себя здесь очень уютно и комфортно. Так сказать. Поэтому я выбрал такой вариант. И я спросил у хозяйки квартиры, предоставит ли она мне такую возможность. И она сказала, я только за. Конечно, ей тоже это так удобно. Если она приедет и ее квартира хотя бы уже будет иметь какой-то внешний вид. Две комнаты я трогать не буду. Туда весь хлам загрузил. Приберу пол, помою все это, замету. Но я думаю, что хозяйка сама должна разобраться с вещами своими. Что выбросить, что оставить. Там есть вещи, которые просто запылились. Их можно постирать. И продолжать их носить. Как было в моем случае. Я когда зашел в свою квартиру, там был просто завал. Поднимал вещи, смотрю, а они целые, хорошие вещи. Целые, но в пыли. Я их постирал, они как новые все. То есть, я думаю, что она разберется уже сама. Что ей делать с вещами, выбрасывать или кому-то отдавать, или что угодно. Есть люди, которые продают даже такие вещи, постирают и продают в интернете. И причем, такие вещи покупаются, ковры покупаются и так далее. Все покупается сейчас здесь и продается. В общем, друзья, вот такие вот дела. Буду держать вас в курсе. И, конечно же, покажу результат уборки. Я не знаю, я делаю это впервые. Даже не знаю, что из этого получится. Но очень интересно, конечно, самому увидеть результат. Вот так выглядит пол сейчас. Буду поднимать этот матрас сейчас. Все струшивать с него. Потому что под матрасом вот такой вот мусор. Видите, здесь была лужа какая-то. Видно, с потолка капало, да. Вижу разводы здесь, на потолке. И, значит, пятый этаж затапливался. Стены, конечно, черные. Обои. Не знаю, я попробую там просто хотя бы чуть-чуть повытирать. Что из этого получится. Ну и, конечно же, я принесу моющий пылесос. Хороший. Матрас буду мыть пылесосом. А также диван в большой комнате тоже буду все это вымывать. Там и ковер. Не знаю, что я с ним буду делать. Но, может, оставлю его на полу. Просто вымою его хорошо. Не знаю. Надо попробовать. Может, у меня все получится сделать собственноручно. Но чувствую, что все получится. Вот у меня такое предчувствие. За несколько дней, я думаю, в течение двух-трех дней можно навести здесь какой-то порядок. Вот только что поднял матрас. Под матрасом были на полу эти поддоны. Днища, кровати. И такая грязь. Сейчас начну с этой части. Начну заметать отсюда. Хорошая кровать, кстати. Классная. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Уже несколько недель солнышко жарит очень сильно. Итак, друзья, для вас прошли какие-то там несколько минут. Для меня уже эта уборка длится полтора часа. И я только выгреб основной мусор из этой комнаты. С помощью веника. Начал уже убирать коридор. Заметать. Пыли очень много поднимается, конечно. Воды еще нет. С водой мы разберемся чуть позже. Влажная уборка нужна очень. Но главное выгребсти весь основной такой строительный мусор. Что я делаю сейчас. А на улице дождь усилился. Но так свежо. Обалденная погода. Класс. Этой духоты нет. Да, пыли, конечно, завал. Без воды. Это жесть просто. Да, в этой комнате я буду позже убирать. Хорошо, что здесь дверь есть. Можно закрыть дверь и, находясь в комнате, убирать, чтобы меньше пыль распространялась в остальное пространство. На кухне пыль стоит столбом. В коридоре тут куча мусора сметено. Так, на кухню я поступлю таким образом. Сейчас все это, всю посуду переставлю на стол. Всю грязь смету на пол. Да, так и сделаю. И уже соберу все в кучу. Гремит гром. О, молнии сверкают. Погодка классная. Посуду потом нужно перепроверить, что-то вымыть, то, что отмоется. А то, что уже отчислилось, конечно, пойдет на мусор. Кстати, да, здесь уже провели новые газовые трубы. И поставили счетчик газовый. Плита кухонная есть, но она в гараже. После того, как я уже уберу здесь, я привезу плиту, холодильник, стиралку. Все это есть. Сохранилось. Еще, наверное, минут 40 я потратил на то, чтобы просто разобрать все полки от мусора. Просто посбрасывать все на пол, можно сказать. Очень много было злаков, всяких рассыпанных пакетов. В общем, все я туда, в тот пакет загрузил. Мусор, конечно, завал. Все поприлипало. Все поснимал. Освободил все полки. Пару полок остались там, они забиты посудой. Просто это потом перемыть посуду надо и все. Вытереть, натереть полочки. И, в принципе, там мусора нет. Теперь все это, весь мусор на полу, соберу в пакеты. Итак, друзья, закончил. О, я вижу, что я не очень чистый. Ну, ладно, у меня есть влажные салфетки. Я надышался пыли, конечно, чихал тут. О, забава просто. Короче, для первого дня, я думаю, достаточно будет. Вот, собрал 5 пакетов мусора. И это только начало. Эта посуда, скорее всего, останется. Просто это надо перемыть. Все. В общем, пересмотреть еще. Но также в этих пакетах есть посуда, уже непригодная для использования. Собрал мусор с коридора. Здесь была гора. Мусора также. И из спальни собрал тоже мусор. Да, воды нет, и это проблема, конечно, сейчас. У меня руки, посмотрите, какого цвета. Перчатки я тоже купил. Ну, я решил их пока не убивать. Убью руки. Логика, конечно, железная. Да, в общем, друзья, погода все еще дождливая. Очень свежо, хорошо, такой класс. На улице, конечно, кайф. По прогнозу, вроде бы, в течение недели будут дожди. Ну, а там посмотрим. Это территория больницы номер 3. Центральная больница. Здесь грандиозная продолжается стройка. Впрочем, как и по всему городу Мариуполь. Итак, друзья, мой первый день уборки завершен. На это у меня ушло 3,5 часа без остановки. И продолжение следует. Всем мира и добра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова